в детстве у меня была кошка и собаки никогда не было но когда я уже подросла и не было сколько ну когда я уже жила одна в 19 лет я хотела себе всегда кошку и как раз я ее себе завела и поняла что это не та кошка которая была в детстве она совершенно другая не такая ну то есть мне кажется мне просто попалась такая кошка у нее такой вредный характер был какой-то руки не любила то есть чтобы ее погладить она вся такая в общем я ее отдала маме и все было вот без кошки без собаки и как-то потом опять был период я опять хотела кошку жила на съемной квартире спросила у хозяина можно ли мне завести кошку он сказал ой нет у меня новый ремонт а вдруг она будет все это грызть царапать я такая ну раз нет значит не судьба потом опять у меня наплыл период что я хочу собаку потому что они все-таки я хотела мультипу или маленького пудель или шпиц который как медвежонок в общем я просто присматривала что-то смотрела смотрела ну просто только говорила я хочу я хочу и как-то так и случилось когда был карантин я коронавирус заболела сидела на карантине мне было скучно и я подумала может быть завести собачку начала смотреть вообще листать какие есть и подумал ну блин опять же на съемном жилье надо спросить у хозяйки если разрешили значит можно ну вот таким образом у меня появилась собачка я купила через авито женщина которая продавала она вообще как бы этих собак разводит то есть у нее там какой-то какая-то ферма такая вот потому что она находится вообще в подмосковье и я была на карантине я просто подруга попросила говорю там-то там-то какая-то собака но она мне видео прислала фотки все и вот так вот я выбрала подруга съездила и привезла мне когда ее подруга забрала и вообще когда она приехала за ней она мне по камере звонила и показывать типа вот она такая маленькая прикольная она там ходила в это в детском в детском домике короче она ходила и она пока есть вот она беленькая такая маленькая и когда ехала нам тоже видео присылал и я так на нее посмотрела и открыл вообще список имен который в интернете представлен для девочек собачки и как-то так из предложенных имен не так предположил посмотрела на неё посмотрела на это имя и поняла что моли ей идеально подходит потому что такая белая пушистая милая моли маленькая на самом деле это моя первая собака поэтому у меня вообще не было никакого опыта и я не знала вообще как воспитывать как что и я думаю блин собака маленькая ей наверное никакой кинолог вообще не нужен но наверное он нужен или мне нужно было уделять потому что я на улице увидела такого же шпица только мальчика и она знает столько команд а моя просто такая я знаю только вкусненькая ну еще знает там нельзя такие ну самые важные команды она как бы знает но там допустим дай лапу вот это там крутись верти хвостом такое не дрессировала я ее воспитывала сама без какой-либо помощи без советов поэтому она мне такая капризная очень вредная ну мне кажется она по характеру больше похоже на меня такая вот может когда я что-то не нравится так себя вести ну именно в домашнем кругу в семье в своей неприлюдно так скажем когда была маленькая нагрызла все то есть она могла взять вроде вот такой вот щенок и такой я что-то собиралась куда-то ну обуваюсь внутри у меня нет второго кеда как диму и димой кеды смотрю она кси уперла в эту в лежанку и шнурки грызет он не грызла шнурки на кроссовках она сгрызла стену сгрызла диван сгрызла ковер и это она еще была маленькая но потом вот буквально в прошлом году когда нужно вроде как взрослые уже давно ничего не грызла она сгрызла провод гейм-рэйди который я как бы гейм-рэйди мне как бы одолжила сборная чтобы я морозила свое колено и она сгрызла и кстати зарядку айфона на еще грызла тут она сгрызла игру ты чё уже не маленькая я и вообще обычно отложу маме мама ее тоже любит и собака любит и поэтому мне кажется она ее как считает сторон но когда я приезжаю вообще неважно есть мама нет мамы она все равно считает понимает что ну я главное что я ее хозяйка и конечно она сразу начинает получается так что я одному и я ее как-то с детства приучила что она полную всегда я на тренировке она дома меня ждет полдня и когда я прихожу с тренировки она всегда меня ждет то есть я открываю дверь я даже как-то в инстаграме выкладывал видео что я открываю дверь и она такая или такая вещи она бежит на кровать прыгает на кровать и я такая прыгаю на кровать и мы с ней вот такое приветствие она друг человека это точно потому что с ней всегда можно о чем-то поговорить и она как будто тебя понимает она такая если ты не любишь гулять она всегда тебя заставит выйти гулять и а это полезно ну то есть там на самом деле она дарит положительные эмоции всегда то есть ну конечно ты можешь на нее поворчать но в основном это только позитив я ни разу не пожалела что завела собаку всех собачек и собачников собаководов кто разводит собаки собак и кто их просто любит поздравляю с праздником